Здравствуйте, дорогие друзья! Наша Родина по праву может гордиться великими, выдающимися людьми, многие из которых внесли неоценимый вклад в развитие и становление нашего государства. Богата земля русская учеными, писателями, композиторами, политическими деятелями, полководцами. К таким личностям и относится князь Александр Невский. Это был великий человек, грамотный, отважный военачальник, талантливый, расчетливый дипломат, очень умный, дальновидный и опытный политик. Александр Невский – образец духовности и нравственности. Он сыграл огромную роль в истории российского государства. КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 В 2021 году наша страна празднует 800-летие святого благоверного князя Александра Невского. 13 мая 1221 года родился этот великий человек. В связи с этим 24 июня 2014 года вышел указ президента Российской Федерации о праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что национальной идеей России является патриотизм. В свете этого было объявлено, что 2021 год – это год великого князя Александра Невского в России. Год собирателя русских земель, защитника Руси и победителя шведских захватчиков и тевтонских крестоносцев-завоевателей. Год «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через два года князь одержал еще одну победу в сражении на Чудском озере. Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Но не только своими боевыми подвигами знаменит Александр Невский, но и мудрым правлением. Князь Александр спас и многих русских людей от участия в войнах Золотой Орды с другими странами. Так, в 1262 году хан Берке решился на военные действия против монгольского правителя Хулагу. Берке стал собирать большое войско и потребовал дать ему еще и русские дружины. Александр лично отправился к хану решать вопрос так, чтобы не позволить участвовать русским людям в этой войне. И ему это удалось. В летописных источниках нет упоминания участия русских дружин в битве против хана Хулагу. Хулагу Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Время было нелегкое для Руси. Враги шли и с запада, и с востока. Решение принимать было нелегко. Но Александр Невский смог не только сохранить династию Рюриковичей, но и целостность Руси. Князь своими ратными подвигами сумел предотвратить вторжение с запада. Заключение мира с Золотой Ордой дало возможность прекратить набеги монгол, а также отменить дань кровью. Все это позволено впоследствии возродить русское могущество и в 1380 году нанести решительный отпор в Золотой Орде. Субтитры подогнал «Симон» 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 художественных полотнах Александра Невского не дошло до наших дней. И каждый видит его по-своему. А вот в литературных произведениях образ Александра Невского раскрывается достаточно широко. Самым первым значимым произведением о великом князе стала повесть о житии Александра Невского. Предположительно, она была написана в конце XIII столетия его современникам, который, скорее всего, был знаком с князем лично. По большому счету, повесть о житии Александра Невского – это лирическая баллада, рассказывающая о военных подвигах главного героя. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Первая же светская биография великого русского полководца появилась в XVIII веке. В 1732 году ее создал историк Миллер. Его книга называлась «Жизнь святого Александра Невского». В своем труде историк в первую очередь опирался на степенную книгу. Это памятник русской исторической литературы XVII века. А также впервые использовал ливонские и шведские хроники, сборники папских документов. Еще одной важной книгой об Александре Невском является эпопея под названием «Ротоборцы», автором которой стал Алексей Юков. Она была написана в 1948 году. Здесь князь Невский показан одним из главных защитников Руси вместе с князем Галецким. У Юкова Александр Невский предстает перед читателем не только отважным военачальником, но прежде всего расчетливым дипломатом, дальновидным и опытным политиком. В этом романе князь близок к народу. 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 Подробную характеристику Александру Невскому в отечественной литературе дал академик Михаил Тихомиров. По его словам, князь часто изображался удалым молодцем, который решает все проблемы и трудности внезапной атакой и одерживает славные победы. В действительности битвы Александра Невского проходили не так легко и просто. А такое изображение князя слишком далеко от исторической правды. Давая истинную характеристику Александра Невского, сохранившуюся по историческим документам, стоит отметить, что это был человек, умевший сочетать смелость полководца с расчетом осторожного политика. Только симбиоз двух этих качеств позволял ему брать верх над неприятелем. Свой вклад в создание образа Александра Невского внес и Борис Васильев. Известный писатель-фронтовик написал роман «Александр Невский» в 1997 году. После переиздания произведение больше известно под названием «Князь Ярослав и его сыновья». Главные герои этого романа – князь Ярослав Всеволодович и его сын Александр. Еще один яркий пример использования образа князя в русской литературе – это роман Сергея Юхнова «Лазутчик Александра Невского». Книга вышла в свет в 2008 году. В центре повествования – князь Александр Невский, который собирает дружину, чтобы противостоять захватчикам и защитить родную землю. Песня «Лазутчик Александра Невский» Униский в JB ' Субтитры подогнали Симон. 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 Внимание великому князю уделил и известный художник Николай Константинович Рерих, написав несколько картин. Например, Александр Невский побеждает ярла Биргера. Виктор Михайлович Маснецов создал эскиз росписи Владимирского собора в Киеве, Александр Невский. Можно также вспомнить полотно Валентина Серова «Въезд Александра Невского в Псков после Ледового побоища». Большинство художников изображали Невского во время войн и сражений, показывали его сильным и смелым полководцем, под чьим командованием была выиграна не одна битва. Интересно, что одна часть художников создавала его портреты и изображала во время сражений, другая же предпочитала воплощать образ святого. Это художественное направление получило название «Иконопись». Народная память о славных деяниях князя жила со дня его кончины. Но религиозное поклонение последовало за обретением честных мощей в 1380 году. Официально же канонизирован он был лишь полтора века спустя, в 1543 году. Александр Невский был причислен к лику чудотворца. Духовенство любило Невского, он покровительствовал православной церкви, воевал и страдал за свое Отечество, и именно таких людей она признавала святыми. В конце жизни Александр Невский под именем Алексий принимает торжественную клятву прославленных монахов. Многие иконы являют его зрителю в монашеском облачении. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Одним из выдающихся произведений древнерусской живописи является жительный образ святого Александра Невского, который находится в Москве, в знаменитом храме Василия Блаженного. На нем князь представлен в облике схимника, стоящего в полный рост, благословляющем жесте воздевшему руку. Это весьма необычная икона Александра Невского. Значение ее состоит в том, что в клеймах, окружающих центральную часть композиции, представлены не только реальные события жизни князя, но и те, что произошли в последующие времена. В сюжетах этих миниатюр незримо ощущается присутствие Александра и его небесное покровительство. Кардинальным образом изменилась трактовка иконописного образа Александра Невского в период правления Петра I. Царь-реформатор считал себя продолжателем его борьбы со всеми проявлениями иноземной экспансии. Как знак глубокого почитания своего прославленного предшественника, он основал в 1710 году в Петербурге свято-троицкий Александра Невский монастырь, получивший впоследствии статус лавры. Сюда доставили из Владимира святые мощи князя. Вместе с этим особым постановлением Синода повелевалось впредь изображать его на иконах в воинском облачении, с оружием и в царской мантии с горностаевой подбивкой. Таким образом, акцент переносился с духовных подвигов на военные доблести, которыми прославился Александр Невский. Иконы с той поры представляли его уже не смиренным иноком, а грозным воином, защитником Отечества. Особым почитанием святой князь Александр Невский пользовался в XIX веке, в течение которого на российском троне побывали три императора, носившие его имя и считавшие его своим небесным покровителем. В этот период было написано большое количество икон князя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Александр Невская битва Субтитры создавал DimaTorzok 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 Черкасса ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Александр ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА